Как вам такое? Как тебе такое, Илон Маск? Мои подписчики, здравствуйте. Вернулась к концерту и решила с вами пообщаться в субботний вечер. Я уверена, что есть среди нас людей, которым не спится. Добрый вечер, друзья. Включили ли отопление у вас? Что у вас происходит? Расскажите, пожалуйста. Будем разговаривать сегодня обо всем. Главный человек, который должен сейчас присоединиться, по которому я скучаю, уже не видела его почти что неделю. А он со мной не встречается, потому что он презирает студентов. С того момента, как я стала студентом, он просто меня возненавидел. И вот я сейчас собираюсь выяснить, что происходит вообще в этой жизни. Сколько я буду в этой энергетической диете находиться. Я вообще, я вообще, конечно, как? Ты меня спрашиваешь? Нажми запрос. Боже, ты, я все время у меня ощущение, что ты талантливый человек. Я видела вас в Батуми этим летом, человек говорит. И что, почему вы не подошли? Почему вы не сказали, что Николай Максимович? Нет, Николай Максимович сегодня в другом профсоюзе. Я, к сожалению, не смогла поехать. Я завтра с ним увижусь, надеюсь. Так, иди куда? Вот. Ну, появись, мой принц на белом коне. Блин, ну как-то я не сверкаю. Подожди, мне надо выключить свет. Просто не прощу этот пиджак. Я даю тебе дань. Меня не устраивает та энергетическая диета, которая меня посадила. Блин, ты не сверкаешь. Боже, ты что, вынес магазин Сваровский? Боже, как ты п***ел. Подожди, мне надо раздеть, потому что мне очень тяжело. Секунду. Вот, смотри, молю. Ну вот, смотри, короче, вот так. Короче, как это выглядит. Боже, ну это гранди... Ты можешь еще минуты три попрыгать, пожалуйста, ма. Моя бустинка. Ма, ну этот пиджак же, в принципе, как бы, как сказать? Это при... Это же, в принципе, мой гардероб. Да, ну а я кашу под кого-то забыла. Молодец, ма. Еще под кого надо кашу? Я кашу под кого-то. Я под... Что сутула и собака обретают новые смыслы. Значит, есть еще сутула, боковая собака. Да. Есть еще сексуальная собака. И есть еще ногтевая собака. Собака. Боже. Как ты отработала концерт? Ты знаешь, я была в кураже, но вот такого экстаза, как, знаешь, вот когда вот все белье надо выжить, вот этого почему-то не состоялось. Не знаю, может быть, потому что... Как ты проводишь эти дни время без меня, скажи. Собрали всю мебель? Кое-что мне не нравится, заново заказываю. Ко-ко. Я тебя прошу, контролируй себя. Ты не в кухне. Табака. Слушай, ну... Мы с тобой увидимся, наверное, послезавтра, да? Люди тебе говорят, что ты очень красивый. Поблагодари их. А где я не читаю? Орден даже... А, да, я секси. Этот акцент просто секси. Здравствуйте. Потому что ты такой красивый, Сань. Да где я? Мрут все мне всем в лицо. Огромное вам спасибо. Скажи мне, какую тему мы будем обсуждать с тобой? Я хотела бы обсуждать с тобой тему спонтанности. А, окей. Существенно, скажи. Да, я только за. Я вчера ходил на фильм «Дюна. Полное дерьмо». А ты мне можешь объяснить? А ты знаешь, мой гитарист сказал, я прочитал книгу специально для того, чтобы посмотреть кино. Я говорю, как книга? А он говорит, 2000 страниц. Я говорю, что? Ты прочитал 2000 страниц, чтобы посмотреть кино? Он говорит, да. Я говорю, Сань, скажи, пожалуйста, а ты читал Библию? Гениальный ответ. Он говорит, да, читал. Ты знаешь, не мое. Я говорю, серьезно? Да, ну на самом деле, вот я всегда говорил, что... Литература так не очень, я говорю. Все-таки из такой более-менее фантастики, я все-таки обожаю Гарри Поттера и точка. Больше ничего. Согласна. Владикавказ приветствует нас, Саш. О, я вас целую, ребят. Показываем Осетию и очень сильно ждем, когда же нас пригласят туда на гастроли. А, еще скажи, пожалуйста, тебе задают вопрос, там, Саш, вы планируете приехать, например, в Ленинакан или какой-нибудь там, я не знаю, в Кабардино-Балкарию? Какие-то вопросы задают по поводу гастролей? У меня? Да. Ну, я же не народная актриса, как и ты, или певица. Я же не ешь в гастролями. Нет, мне не задают вопросы. Это ты, это у тебя елки, а у меня елок нет. А как ты умудрился, что у тебя нет хейтеров? Ты их бьешь? Ты знаешь, вот сегодня я задал вопрос, типа, ребят, мне нужен мастер по дереву, и наш один общий знакомый мне написал, у меня есть, типа, гробовщик. Я говорю, ну, давай мне свои размеры, я тебе только закажу, нищеброд. То есть, ну, смысл мне писать Ханса, когда я буду Ханса бы ответить. Все правильно, мать. Привет из Осетии. Привет. Юэнси. Теоночка. От Осирийцев привет. Осирийцы наши. Беликие Осирийцы, надеюсь. Ёлки. Ёлки? Что ёлки? Что, как понять? Ёлки. Ёлки, в смысле, ты гастролируешь. Ёлки, я имею в виду. А, ёлки. Да. Ёлки это декабрь, хотя. Да. Ну, все равно, как бы, это все равно чёс. У меня же чёса нет. Ты наночёсся. Стрижка, люди говорят тебе, какая стрижка? Да. Нет, завтра иду на стрижку, это я просто так. У меня так растут быстро волосы. Саша может быть харизмой. Почему глаза грустные? У кого? Потому что армянские, у армян у всех грустные. Я сегодня задала вопрос Андрюхе про филеры. Про филеры Вики Мартина. Боже мой. Такая история, что я вообще не знаю, что такое филеры. Я думала, что филеры это нити. Нет. Филеры я тебе научу, что это. То есть, я вообще не понимаю, в каком веке я живу. Мусь, ты живешь в 21 веке, просто, а? Привет из Иривана. Ой, привет, ребят. Барит здесь. Привет из Неаполя, боже. В 17 лет Неаполь был мой первый город в Капстранах. Привет из Великого Новгорода. Всем привет, ребят. Короче, если тебе нужен будет филер, я тебя направлю. Мне филеры, пожалуйста. Саша, ты знаешь мое отношение к этим вещам. Я просто не то, что как бы агрессивно говорю «нет», а просто если начать, то непонятно с чего и непонятно, когда закончить. Поэтому лучше мне начинать. Нет, для этого нужен все-таки какой-то хороший друг, который рядом все-таки тебе скажет «нет, нет, не останавливайся, давай еще». В этом смысле деликатен и никогда не настаивал. Да, нет, мне мало, ты он «давай еще, давай, добавляй, давай». Давай еще. Скажи, пожалуйста, чем ты мотивируешь небритость? Я вообще никогда тебя не видела небритым. Зачем? Завтра иду к другу на день рождения, и я подумал, лучше я завтра поблюсь, у меня будет кожа лучше, чем сегодня. Поэтому сегодня я оброс. Да и вообще я сегодня с постели не вставал, я весь день валялся в постели. Слушай, могу себе это позволить. А как, Грета Гарбо? Ну, да, как. Страшно любим. Мои челки любимые, привет. Самара, город-курорт, привет. Самару мы любим. Один раз даже было, когда в мюзикл-метро выехала в Самару, потом оттуда должны были переехать в Саратов. Вот. Вот и мы так напились, просто мрачно, и было на следующий день похмелье страшное у детей. И мы вышли в Саратове в зал и крикнули, Самара, вы лучшие. Спасибо. Спасибо, что это называлось. Просто в Саратове. Самара, вы лучшие! Блин, как это обидно было, наверное. На хлопья просто застряли. Слушай, а где мы с тобой были? Было очень холодно. Мы еще Васильева встретили в гостинице. По-моему, в Новосибирске было очень холодно. Что это были? Ёлки были или что это было? Я тебя потащила туда. У меня один из первых концертов был в Новосибирске. Под какой-то страшный градус был. Было очень холодно. Помнишь, когда мы вышли из отеля и... И зашли обратно. Мы просто не поверили, что такое может быть. Смотрим на друг друга и, типа, такого быть не может. Да, там дико холодно. Дико. Так, холодильник обожаю. Александр, так. Привет из Петербурга. Боже. Посмотри. Как выходить из запоя? Откуда у меня запоя никогда в жизни? Из запоя не нужно выходить, ребят, вы что? Я считаю. Нужно продолжать. Как бы или в запой не надо входить, или, если вы вошли... Уже не надо выходить. Обейте днище. Чтобы еще снизу постучали. Снизу постучали и сказали, выключите Альбудовара. Да. Куда планируете вместе поехать? Я тебе сообщаю, что скоро будет шок. Шок-контент. Все-таки я лечу в Бразилию 15 января. У тебя уже есть билеты? У меня нет билетов. У меня идет процесс договоренности. Идет два дня. А ты меня возьмешь с собой, или у тебя другие планы? Нет-нет, ты в 100% в моей собачьей будке лежишь. Отлично. Она у тебя твой бетон, я надеюсь. Естественно, Маш, чтобы тебе было максимально неудобно, чтобы было позже зам, и ты там спарился. Да. Это вопрос. Александр армянин? Да. Да, я грузинский армянин. Я бы сказала, даже тбилисский. Итак. Тбилисский, да. Это он, Александр, вы классный. Александр, будут ли у вас коллекции в поддержку экологии? Так регулярно он это делает. То у него тюльпаны, то у него ромашки, то у него какие-то хризантемы, лилии. Просто все. Коллекции с бумаги. Что только у меня не было. Просто мы не настолько сильно активно все это пиарим. Вы шутите и выпьете. Да. Любую. Вот так просто. Да. Это вы кому? Мне или Александру? Мы моим шмеху, Архарас, да. Самбо Ди Жанейро. Да. Талант. Это тебя, Бусин. Я вас люблю обоих. Украина. Ма. Флорис. Украину мы скоро будем. Надеюсь, помните, что 14 ноября у нас в Киеве взрыв. Кстати, я тоже лечу. Ты в Киев летишь со мной, Бусин? Да, конечно. Да бери чемоданы. Зачем чемодан? У меня там свой чемодан ждет. Армянин, грузин вечно спорили. Умоляю. Мы с Сашей вообще никогда не спорим. Мы вообще... Из любого шаблона выпали уже далеко и надолго. Это правда. Это правда. Ура! Киев. Да, Бусинка, да. Покупай билет. Кисуль. Кисунь. Я бы сказала. Сань, скажи, пожалуйста. Да. Как происходят поиски от Сосинди, я вам скажу. Я вам скажу, как. Значит, экспедиция скоро летит в Ларнаку в поисках от Сосинди. Потому что есть там предположение, что он на Кипре. Уже на Кипре? Если нет, то мы продолжим наши поиски в Италии на озере Кому и потом в Милане 21 октября. В поисках от Сосинди. Это целая экспедиция. Арутюнов со мной. Бери Ларнаку, билет. Кисунь. Беру, беру, беру. На два дня швырнемся, Бусин. Но. Вы бесподобны. В Тбилиси рулик. Мой папа тоже тбилисский армянин. Вах. По профессии. Кто? Сейчас. Ангидрид или что там у тебя в этом? В тазике. Ты со мной разговариваешь? Не, ма. Люди задают вопрос, что ты пьешь. А, я пью... Я пью воду. Да нет, я пью кофе. Вот в этом тазике, Сань, ночью... Это не тазик. Когда в Ереван? Отвечай. А в Ереване я был недавно. Когда недавно? Год назад? Год-два, по-моему, да. Ну и когда в Ереван? Еще раз. Расскажи лучше людям, где ты там ешь. В Ереване? Да. Ты знаешь, на самом деле, меня мои друзья подвели по новым местам. У них какая-то такая новая улица образовалась, которой раньше не было. И на этой улице очень много разных классных, реально классных, вкусных кафе. И еще там открылся новый какой-то рейстик. Название не вспомню, потому что я был реально нестабилен в тот момент. Какой-то биф-ресторан. И там подавали очень вкусное мясо. Очень. Но я не знаю, это какая-то улица, реально там очень много прям супер-классных кафешек. Очень модных. И в этих кафешках еще и даже бутики были с какими-то местными дизайнерами. Не помню, как ту улицу назвать. Там прям много разных маленьких кафе, да. Вот. Меня поразило в Ереване. Я попал в музей Комитас. Комитаса – это один из самых лучших музеев, который я посещал в жизни. То есть он настолько крутой, настолько он круто оборудован, настолько он удобный, красивый и супер-модный. Меня прям поразило. Ну, понятно, что я ходил к Фараджанову. Я там расстроился адски, потому что это какое-то, знаешь, такое ощущение, будто бы это из говна и палок собрали все, что было. Он был намного мощнее, жирнее. Но этот музей, который посвятили ему, на самом деле мне он адски не понравился. Ужасный. Какие-то поломанные пластмассовые куклы. Ну, как бы какая-то маленькая девочка. Ну, короче, ужасно. Вот ужасно я расстроился, учитывая, что я его обожаю, умираю и схожу с ума. Да, и вот такого масштаба человек, и вот такой у него музей, к сожалению, вот такой куцей. Ну, может быть, это связано с тем, что все-таки на Грибоедова вся его жизнь прошла практически. И, ну, с Ереваном, конечно, связано много чего у него, но все равно это как бы эпизод, это все равно не жизнь. Вот, поэтому, ну, люди собрались из чего могли. Вообще, это, конечно, преступление, что в Писе нет грандиозного его музея. И, ну, это, на самом деле, для меня это очень болезненная тема. Ну, такие были идиотские времена, там, период начала девяностых. Людям было не до Параджанова и не до искусства. И вообще-то эти какие-то идиотические гражданские войны никому не нужны, знаешь. Ну, ты знаешь, я хочу тебе сказать одно. Но я в Тбилиси, в музее, купил три работы Параджанова, ну, работы, ну, коллажи к фильму. Да, да. Три гениальные коллажа. И я хочу сказать, что они могли бы, ну, мне кажется, можно было что-то еще найти по музеям. Потому что это все сегодня как-то продается. Да, это стоит недешево. Ну, как бы я их приобрел. Эти три работы, они у меня есть. И я этим реально дико горжусь. У меня они есть. Вот. Но я хочу тебе сказать о том, что, ну, как бы, если это музей, они тоже могли как-то, ну, как-то, я не знаю, там, прошерстить, поискать. И я больше не знаю, но именно там, в том музее, где я это купил, там еще оставались прям очень большие такие тубы, где были макеты к фильму, к фильмам. То есть макеты. Ну, у меня, на самом деле, столько денег не было, чтобы эти макеты приобрести. Но вот три коллажа, три работы, я их купил. Ты знаешь, что Софико рассказывала про него, что вот он мог просто сидеть в какой-то, вот, разговаривать с тобой и просто, как бы, абсолютно в бессознанке что-то руками крутить, что-то собирать, вот, то, что он видел. И через 20-30 минут, вот, в конце диалога, просто человек делал произведение искусства. Вот до чего он дотрагивался, это получалось просто искусством, и все, просто носитель, вот, искусства. Пожалуйста, ты была в этом музее Ереване? Ну, ты, я думаю, что ты поймешь, что я имею в виду, когда туда попадешь. Ну, как сказать, его вообще так вот локализовать, я вообще не люблю, когда про него говорят, что он там, как бы, дебилетец или там армейн. То есть такие персоны, как он, вообще нельзя их локализовать. Они очень большие для того, чтобы их в какой-то сосуд залить, знаешь. Для меня Сережа Параджанов — это планета, знаешь, он меняется от других гениев, я не знаю, там, знаешь, там, Бьорк может нравиться, может не нравиться, да, но это планета. Ты можешь не смотреть, можешь вообще отойти, но это грандиозное явление, вот как-то так, знаешь. И она исландка или инопланетянка совершенно не важна. Я была в музее в Ереване. Интеллект, я просто пишу от восторга, спасибо, Ритусь. Слушайте, я что-то тоже давно не была в Ереване. Вообще, когда закончится эта ковида-истерия, чтобы мир открылся и чтобы мы без проблем начали уже путешествовать. Сань, я устала, знаешь, я прямо ощущаю на себя эту усталость. Слушай, а ты знаешь, что у меня вообще это работает прям вообще в другую сторону. Я категорически не хочу никуда улетать. И даже в Тбилиси, когда я сейчас летал, просто со скандалом, я не хотел категорически вообще вылетать, выезжать из Москвы. Прямо на меня это сработало жестко. Ну, понятно, да, там я и депрессию заработал, не поняв как. Вот у меня какой-то барьер к перелетам. То есть вот сейчас я категорически, не то чтобы я боюсь, я просто не хочу. Настолько сильно и долго я засиделся здесь, что мне нужно как-то сейчас, вообще, не знаю, как-то прийти в себя и начать опять летать. А скажи, у тебя разве была какая-то фобия связанная с... Никто, нет, 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 не то чтобы я боюсь летать, а вот именно вот из-за ковидных этих тем... Барьер сложился. Да, и вот мне категорически, не знаю... Нет, мы не вакцинированы, друзья мои, мы не вакцинированы, потому что у меня просто шарашат антитела. Мне кажется, у меня уже был второй раз, и они обратно подскочили. И как-то в начале сентября меня как-то подколбашивало очень странно, и у меня была такая прям резкая потеря голоса. Я начала там витамин мельгам уколоть с этим, с аскорбиновой кислотой, но как-то, ну, голос не восстанавливался. А потом бам-си включился. То есть что я хочу сказать? Видимо, я просто второй раз пережила и даже не поняла. Поэтому... Да, я не болел еще. Пока смотрим, как и чего. Сашка тоже особо не планирует, и я пока тоже, видите. Ниже показателя 7, 7700 у меня не падал. Я говорю, спасибо, какой-то очень теплый эфир. Будьте здоровы, тьфу, не болейте. Да я уже отболела свое, господи. Поднимаю бокал за ваше здоровье. Вы переболели. А я за вас. Сашка, слава Богу, не болел. И правильно делал. Берегитесь, классный холодильник. Сань. Просто этому холодильнику 300 лет. Я просто его не покидаю. Виси. А, да. О. Привет из Сочи. Сочи. Мы вас тоже приветствуем. Где в Питере самый вкусный хинкали? Вот, друзья мои, в Питере такой выбор всякой еды фантастической, гастрономической, что я точно в хинкали никогда не ходила в Питере. Просто один раз пошла в грузинский ресторан, он был очень хорошего качества, но без хинкали обошлось. В Канаде заставляют. Из Мюхена привет, боже, как я люблю ваш город. Саш, ты был в Мюхене? Я был в Берлине сто раз, но там нет. Это вообще другой город. Берлин это богемный такой молодежный движ, знаешь. Мюхен это, знаешь, я работала в этом в Брабусе в начале моей карьеры. И когда я приходила в офис, там висел плакат. И машины стояли фотографии, профильные такие фото. И было написано, BMW это автомобиль для людей, которые везде хотят успеть. А под Мерседесом было написано, Мерседес это автомобиль для людей, которые везде успели. Помнишь? Самая разница между Берлином и Мюхеном. Знаешь, Мюхен и Берлин это город для людей, которые везде хотят успеть. Помнишь, когда я ездил на BMW, ты мне постоянно об этом говорила тоже. Я обожаю Мюхен. Да. Потом его же строил все-таки Людвиг по образу и подобию. Он все-таки хотел, чтобы это была такая как бы немецкая Флоренция. Очень круто, очень. Я тебя туда отвезу когда-нибудь под Рождество. Фантастично. Я себе отковырял пол руки, потому что мне тут выдрали волосы и теперь они и они теперь закручиваются и я их отковыриваю. Ну, короче, это жесть то, что со мной сотворили. Волосы? А. Ну, да. Мне что-то отодрали здесь волосы. Шугоринок. Ну, не Шугорик, а Анжела взяла свой эпилятор и типа провела здесь. и я охуел, короче. Я прошу тебя, а как тебе то, что новое слово в обиходе Шугоринга, умоляю? То, что я современное тело. Как бы... Шугоринга это суперстарое слово. Почему я сейчас об этом узнаю? Что за просто... Я все-таки человек эпохи Менопаузы. Да, не, Шугоринг это уже дно. Это давно делали. Мом, путай, делали. Знакомый планировал. Про язык, да. Позитивный. Спасибо, Танюнь. В смысле, я в Мюхене была везде, котят, вы шутите? Можно вас пригласить, Вереван? Да. Конечно, да. Амммпутэ. Не дать капшпа, просто гайлахэби. Кампутэ. Кто-то пишет, сжечь Анжелу. Анжелу сжечь не можем, Анжела нажитется. Я Анжелу обожаю. Шикарная леди. Потом Анжела могла, например, газон истричь, и параллельно пройти с пассажей. Она такая... Она творческая. Она мне всегда мстит. Она очень талантливая, и она думает, что на мне можно... Она была памятная. Она на мне все экспериментирует. А вось не вырастет, говорит. Я говорю, ну как не вырастет? Столько лет растет. Она была памятная. Пою эту песню, я же умираю. Можно пригласить вас в Таниле? Гия, когда? Когда мы устроим грузино-армянский, армяно-абхазский вечер? Говори. Говори, когда ты расходы берешь на себя. Да ладно, мы сами возьмем расходы на себя, я тебя умоляю. Нет уж. Знаешь что. Поехать не можем. Хотя бы давай расходы пусть возьмем. Ну да, почему бы нет. Всегда. Меня вообще приглашают или нет? Я не понимаю. Естественно. Тебя приглашают в первую очередь. Ты шутишь. Я же всегда кондиционер к шампуню. Да. Ну прям. Приезжайте в Израиль. Там я не был никогда. В Тель-Авиве ты сейчас шутишь, Сань? Никогда. У меня там еще друзья живут классные. Я все никак не долечу. Ну это опасный город для тебя. Ну я заставит раздеться, а я не люблю раздеваться. Каждый день гуляет. Тель-Авив не прекращая гудит. Не надо. Поздравьте Гию Эрадзе. С чем? Поздравляем Гия вас. Что за шутка от Сосинди? Вы что не видели от Сосинди? Послушайте, есть кино. Очень страшное кино называется. Комедия американская. Такая, знаете, студенческая молодежная комедия. Там есть главная героиня Синди. максимально тупая. И там есть момент, когда телерепортер, держа микрофон, говорит, полиция до сих пор не может найти от Сосинди. И как-то, ну, по-английски не звучит это так смешно. Но по-русски случилась такая, понимаете, игра слова от Сосинди. Но она, мне кажется, она очень смешная. Потом русалиска задает полиции вопрос там. Скажите, пожалуйста, шериф, вы нашли от Сосинди? Стала бы вам для нас, по крайней мере. Если вы не знаете про от Сосинди, это упущение, вот именно об этом я речь. Саша очень грустный, особенно взгляд. Потому что Саша армянин. Это правда. генетический код, грусть. Даже если ты в Бергхайне пляшешь, чуть-чуть грусть должна быть. Ну, скажи, там у меня глаза закрыты. генетический код, но внутри же есть какие-то переживания? Ну, это нужно включить резко. Как? Нужно резко включить, чтобы бесплатно налили, или я не знаю, что-нибудь еще. Чистый армянин? Абсолютно чистый. Вы даже не представляете, насколько чистый, чистейший. Саша армянин? В смысле, да. Да. Хайм, Хайм. Ким и Демна. Причем, Демна я, Саша Ким, потому что Саша армянин, а я грузинка. Кстати, я могу быть Ким, вообще без проблем. За такие деньги, мастер, шутишь? Это моя жопу нарастить я могу за 5 секунд, я есть люблю. Я могу жопу нарастить вот здесь. Я тоже. У меня грустные глаза, армянские глаза, как дудук. Вы правильно, молодцы. Вот, кстати, насколько, Теона, ваше мнение, о шоу Маска, вы знаете, как ни странно, так совпало, что, видимо, потому что Маску транслировают все время выходные, я никогда не попадала на один даже выпуск. Просто не видела. Я тоже. Самые красивые армянские глаза у мамиконяна. Кто такой мамиконян? Калис? Так, сейчас прогуглю, не знаю. У меня появился конкурент, мне это не нравится. А я 50 на 50. Саша очень даже симпатичный вам, очень талантливый. Теона, учитесь на баррикадной, вижу вас там часто. А че не подходите? Да, не на баррикадной, а на поварской улице. Ну да, баррикадная, собственно. Я тоже не видела. Опера или балет? Балет. Опера. Ну, на самом деле, глупый вопрос. Оперу и балет. Саша из Сакартфелла? Саша из Сакартфелла, да. Запустите снова свой влог, Сань. Сутулая собака. Да, я бы с удовольствием, просто на это нет времени, реально. А вы знаете, что на слово собака ударение надо ставить на первый слог? Собака. 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 Сань, а скажи, а голову надо делать вот так? Собака. Собака. Мягенький. Ой, ой, а Руте вы не видели в гневе. Вы увидели бы, мягенький ли он, когда пространство открывается на ремонт любое. Поэтому у него очень обманчивая внешность приятного молодого зайчика. А вам нравится как личность? Тебе вопрос задают. Да. Собака. Да, я говорю по-армянски. хосмэм, хосмэм, хайм, баланс. Сейчас эти ереванцы будут к тебе приставать и говорить, что ты плохо говоришь по-армянски. Ты же тбилис. Я хорошо говорю по-армянски. Мне кажется, ты говоришь с какими-то замесами. Ну, слушай. Мне кажется, тбилисский вариант, он какой-то другой, не? Вот. Скажи мне, а утопить начали у тебя? Что? Топить начали? Собака сутулая. Что значит топить? Кошек? Кого топить? Отопление включили. А, отопление, да, конечно, а вам что, не включили? Нам включили, знаешь как? Ну, типа чуть-чуть, слабенько. Там совсем слабенько. Включи пол. Лет, 74. Саша женат, был женат какое-то время на мне. Но он меня швырнул за неправильное поведение. Ну, кстати, я сейчас официально женат, если что, у меня в паспорте печать стоит. На ком? Не могу сказать. Так. Где Коко? А, мне кажется, дома. Коко? Ну, или дома, или где-то в клубе, не знаю. Нормально говоришь по-армянски. Кстати. А, да, нормально говорю. А тебе не кажется, что вот эти вот надписи как-то быстро бегут? А вот я не знаю, ты даже их читаешь, а я что-то даже не успеваю. Мне задают вопрос, какая песня создает мне на целый день настроение. Я выбираю сейчас все-таки утром, когда я просыпаюсь и на метро, кстати, еду. почему ты ни разу не сказал, что дико гордишь со мной в связи с этим? Нет, я горжусь тобой. Я ему звоню, у меня первый день учебы. Я ему говорю, Саш, у меня лекции начались, я в академии. Мы можем после академии встретиться. Ответ. Боже, как мне неприятны студенты. Философизионные какой-либо эмпатии, дрянь. Боже, мне очень, мне не нравятся студенты. Но я думал, что ты как подруга поймешь, что я имею в виду. То, что вы молодые, а я уже не могу быть студентом. Это просто... Мне молодежь априори неприятна, понимаешь? Правда, это правда. Но, Санч, я хочу тебе сказать, что Элтон Джан Дуалипа не поднял эту песню. Охренеешь. Просто ошалеешь. Нам нужно сейчас вот ночью нужен твой мерседесик и... Зачем отопление? Вы сами огонь. Сколько лет Саше? Я не знаю, он как чихуашка, понимаете? Ему может быть 20 или 75. Непонятно. Ты угадала 78. Он уже забыл, сколько ему лет. Если честно, я постоянно столько раз вру, сколько мне лет и какого я года рождения, что я реально иногда у мамы спрашиваю, мам, а ты не помнишь, в каком году я родился? А тетя Алла помнит? Мне кажется, она меня, она тоже не хочет меня расстраивать, иногда привирает какие-то даты такие, типа, ты 89-го, 81-го. 2001-го. Мне кажется, что любая мама должна так делать. Тем более, ребенок обращается уже с какими-то умоляющими глазами, типа, мам. Когда я родился? И она говорит, в 99-м. Успокойся, спи спокойно, тебе еще долго-долго жить. макияж очень красивый. Тебе нравится макияж? Я не поняла сейчас. Нереально, ты такая красивая. Во-первых, ты так похудела, я так горжусь тобой. Ты похудела, потому что ты просыпаешься утром рано, у тебя нет времени поесть, ты бежишь с шляпой на голове в этот, как его, господи, в универ? Или куда ты ходишь? Пусть чуть-чуть, это... В консерваторию куда? Академию, Бусинка, Академию. Музыналь Игнесиных. Скажи, а ты там ешь? Я там ем. А что ты там ешь? Я там пью. А буфет там есть? Там буфет есть. Вкусный? Но еда такая, знаешь, как бы, не буду лукавить, чуть-чуть все сделано по логике мяса по-французски. Значит, все, когда чуть-чуть залито каким-то майонезом, на сырной смесью и запечать. Причем, не важно, курица ли, мясо ли, рыба ли, что это, залить, все мясо по-французски. Да, типа жульен. Ну, да, мне нравится. Да, как бы... Поэтому ты похудела, да. Супер. Ну, выглядишь отлично и мейк у тебя сегодня очень красивый. Ты знаешь, как помада называется цвет? Как? Угадай. Пралине. Урыла. Пралине. Сейчас зайдет моя дочь Рэдди и как только тебя увидит, ты же знаешь, что она меня ликвидирует. А ты знаешь, я в инстаграме написал, я ношу у себя серебряные палочки. Да. Мне когда-то очень давно мой друг подарил серебряные палочки, есть суши и все такое. И я по наследству ей передам, потому что ей они нужнее. Ну, потому что ты просто, ну, она и так тебя обожает, просто. Аруте! Она прям уходит от тебя, просто именно обожает. А я ее обожаю. А просто, когда ты делаешь какие-то презенты, во-первых, ты урываешь этим гогиком, она урывает. И во-вторых, разборка идет 15 лет. 15 лет, она со мной разбирается. Ты когда подбирала мне крестных, скажи, пожалуйста, вот почему ты решила, что Арутай не мой крестный, а Гогика? Арутай. Фигуешь. Ну, вот тебе сложилось, ну. А что бы я ее перекрестил? Ну, кстати, у нее же мой крестик есть, это получается, что я ее крестный. Такой крестик, как ты ей подарил, вообще крестные ей не подарили, ты шутишь? Вот. Про Лине это Диор, кстати, нет. Это Романова. Да. А ты видела свадьбу Романовых? Вот так вот пишут люди. Арутай, хочу с вами дружить. Я, я тоже хочу с вами дружить. Скажи мне, а ты видела свадьбу Романовых? Романовых? Это кто? Я отстала опять, да? Я тебе скину, ладно, тогда не будем это обсуждать. Я тебе скину, пообсуждаем. Блин. Какую сплетню пати сейчас я пропустила, а? Нахингал. Когда в Махачкалу? Вай медалико, пупсик. Свадьба, такой пупсик жених. О, да. Свадьба топ. Я видела эту свадьбу. Ты видела? Кто-то пишет, да. В Казанском соборе в Питере. Что за роман? Там такие аутфиты, что ты просто сойдешь с ума. А, серьезно? Да? Пиздец просто. Батуми Дансалами, милый. Да не, ну в какой-то момент, конечно, я ору-то женю. Исааки. Блин. Теперь ваше мнение о свадьбе. Я не знаю, я не видел. Я как, я как, какая-то просто студентка. Зато, зато вот, вот эти вот, вот все, вот понимаете, психология, вот, математика, экономика, умоляю, боже, какая скукота, экономика. У меня была пицца сегодня. Я сойду с ума. Вчера мы записывали значение слову благо и слову деньги. Что такое деньги? Как будто, если не знать, вот эта информация, что такое благо, и что такое деньги, как бы непонятно. Надо обязательно теоретическое подкрепление этим двум очень важным понятиям. Зачем вы пошли учиться? Очень простая история. Я считаю, что секрет молодости в учебе, я, мое глубочайшее убеждение, пока человек танцует, пока человек поет, и пока человек учится, он молод. Вот вы можете тысячи раз со мной спорить, но это прям вот задумаетесь. Пение, танец, учеба. Все. Потом после ковида, честно вам скажу, мою бошку я просто не узнаю. А сейчас хочу, не хочу, надо работать с мозгом. Запоминать, записывать, конспектировать, рефераты, зубрить, трам-пам-па, это все, вы не представляете, что происходит. У меня мозг кипит, то есть я, конечно, моим детям говорю, что, друзья мои, надо учиться максимально, надо себя, конечно, загружать до 25, потому что 44, конечно, это, я, конечно, сама себя удивила. Но я очень счастлива, ни на секунду просто не жалею. Тетя Анжела, а быт, приготовьте, аруте. Где Вадим? Какой Вадим? Где Вадим? Какой Вадим? Вадим! Вадим, выходи! Вадим, выходи! Вадим, выходи! Умоляю! Так что, вот такая вот история. Ты бы пошел бы сейчас учиться, Санч? Ну, конечно, сюда 8, на повышение квалификации, это было бы очень круто, но туда, куда я хочу, я не могу сейчас просто оторваться и уехать на год, на два. А ты в Сан-Мартин поехал бы, или куда? В Сан-Мартин? Да? Или в Бельгию, в этот, Антверпеновская академия? Нет, в Бельгию не хочу. Лезгинку умеете? Лезгинку? Я не. Ты умеешь, Сань? Нет, откуда я? Нет. Мне кажется, это очень сложно, нет? Лезгинку? Наверное. Я просто, я просто помню, что мне за лезгинку в барвихалак Шаревилыч платили 100 тысяч евро, и я не согласилась. Жалею, но... А никто не хочет мне заплатить? Я сейчас так станцую. Деона, ваш муж грузин? Нет, у меня русский муж. Александр Грустный, да не грустный, он просто армянин, друзья. Да, да, мне очень весело. Какие вы хорошенькие. В Белисе тоже дружили? Нет, в Белисе не дружили, мы в Москве познакомились вообще. Это был 99-й год, Санч? По-моему, да, 99-й, да. Как раз метро началось, ага. Что? Вот сейчас вот кто-то рискует. Ну пусть, пусть ничего. Ну просто вот этот вот сейчас человек, просто каркает на себя проклятие нефритового скорпиона. А это очень страшное проклятие. Саша визажист? Нет, Саша прошел уже визажист в прошлой реинкарнации. Так. Да, по поводу Германии мы сказали, Саша, как ряда, когда шанди и сэрогурмэ васябэй? Да, андиди мадлоба мадлоба. Саша, вы стесняетесь вашей национальности? Никогда! А с какой стати? Чтобы Саня стеснялся своей национальности. Чего вдруг? Вот что, какой, чего можно стесняться как бы в том, что ты армянин? Я понимаю. Ну, это народ, что мало людей дал планете, что ли, офигительных, композиторов, врачей, архитекторов, бизнесменов, меценатов. Ну, такой вопрос. Я что, скрываю свою фамилию? Или я говорю, что я француз? Ну, вопрос актуален, если я, допустим, говорю, что я француз или итальянец. Мне кажется, вопрос вообще не актуален. Не об этом вообще. Нет, мы не родились 23 февраля, мы родились 23 января и Сашка 23 февраля. Между нами разница два года и месяц. Да. Доброй ночи, шикарный эфир. Обожаю вас, Генна Целебича. Вот. Глупость. Просто стесняется на цену. Кто? Я? Дебилизм, говорите, ребят. Просто дебилизм какой-то. Вообще подобный. Просто не было... Почему Арутюнов, а не Арутюнян? Потому что он Арутюнов. Потому что... Потому что у моей бабушки Арутюнов, скорее всего, наверное, они меняли окончание, когда откуда-то бежали. Ну, это же не сложно догадаться. В паспорте у моей бабушки Арутюнова, у мамы, у папы, у меня. Я же не могу сейчас у всех Арутюновы окончание, а мне взять Арутюнян. Ну, как бы, если вы армяне, то вы прекрасно понимаете, что есть и Ов, и А. Ну, как бы, странно. Неужели об этом нужно говорить? Ну, потом мы не забываем, что мы все были частью Российской империи, а тогда модно было русифицировать свои фамилии. Вот. И там грузийские фамилии многие были русифицированы. Да и не только фамилии, города были русифицированы. Там, я не знаю, там Тифлис, Батум, Кутаис, Сухум. В смысле, ну, как бы, так было заведено. И эта традиция держалась 230 лет почти. Поэтому, ну, да, кто-то Арутюнов, кто-то Цицианов, кто-то Баратанов. Но от этого суть-то не меняется. Друзья мои. Какой вуз назвали в Антверпене? По-моему, Королевская академия, нет, Арта? Твоя лучшая. Вот. Даже Ваганова, оказывается, Ваханян. Ваганова, которая основала Академию балета. Вот. Друзья мои, мы с вами в один день родились. Мы с вами с кем? С Теоной или Сашкой? Вашей харизмой. Спасибо большое. Спасибо за... Я даже не знаю, как на это реагировать, потому что харизма это такая, какая-то врожденная вещь, которая не имеет никакого отношения ко мне, как бы, это не моя заслуга. как вы снимаете стресс, Александр? Я снимаю людям, как ты снимаешь стресс? Я их сыраю или делаю шоппинг. Вот. Колю позовите. Какого? Сегодня день балета? Все кавказские фамилии были русифицированы. Нет, это не так. Не все были фамилии русифицированы. А были русифицированы фамилии дворянские в большинстве своем. И из-за того, что грузинские князья служили в российской армии в царской и в целом ездили, облегчали этим фонетически. Вот. И второе, еще люди, которые торговали, конечно, тоже русифицированы. русифицировали фамилии. Но не все. В отличие от, кстати, большинства советских республик в Армении и в Грузии всегда доминирующим языком был родной. Это, я считаю, дорогого стоит. Основательница, да, обожаю, спасибо за эфир в Риге. там, там, за войс концепт, это он, ваш современный поэт, любимый. Вера Полоскова не обсуждается. Вера Полоскова единственная, я не очень большой любитель поэзии, честно вам скажу, потому что все-таки мое знание русского языка, это, ну, для меня русский язык все-таки второй. и я все-таки еще, конечно, в очень большом темпе, но все равно я еще перевожу. И когда я устаю, я даже могу грамматические ошибки какие-то допускать. Вот, все-таки это не мой язык, который в шифре моего бессознательного. бессознательного. Поэтому поэзию я не так, не вхожу в такой экстаз, как от грузинской поэзии. Но вот Вера со мной делает что-то необыкновенное. Она прям любаня, она прям в десятку попадает. Мне вот этот вот, если сердце представить как дротик, и вот десятка такой красной, красная точка внутри, да, вот в целую центрифугу прямо она попадает. Уникальный совершенно слог, уникальная ритмика, уникальная мелодика у ее языка. Поэтому. Как отдыхаете, Александр? Все-таки люди интересуют, как ты отдыхаешь. Отдыхаю где? В России или когда езжу куда-то отдыхать? Как относишься к азербайджанцам? Вот люди задают вопрос. Ну, слушайте. У нас есть азербайджанские друзья, их очень много. их очень много. Очень. как бы, ну, какой-то, знаете, такой вопрос. Какой-то вопрос. Если вы мне зададите вопрос, какая мне разница, кого убивали, армян или азербайджан? Для меня они все люди, понимаешь? и, как бы, ну, это странный вопрос. И, как бы, такая общая боль, о которой, ну, как бы, я не могу ответить на этот вопрос. Как я отношусь? Ну, как я могу относиться? Я живу уже столько лет, у меня есть друзья азербайджанские и армяне, и грузины. Оказались в другой стране, понимаете? Мы дети Советского Союза. Мы жили в общей стране. И не в общей стране, а это было огромное, как бы, из 15 стран собранная одна большая страна. И мы никогда не могли представить, что наступит момент, когда мы будем делиться на армян, на грузин, на азербайджанцев. И еще нужно будет фиксировать где-то свое отношение друг к другу. Мы не можем, мы родились в 77-м и в 79-м. Поэтому мы прошли пионерлагеринг, по пионерию, это, то, какие-то программы «Шире круга», гимн Советского Союза, Рафаэлу Кару, Сабрину. Мы не можем говорить, то есть это даже, ну, это не объект нашей дискуссии. Эти вопросы, пожалуйста, нам не задавайте. Полцкорные люди, задавайте, каким-то 18-летним письком, который еще не соображает. Мы чуть-чуть, как бы, мы та эпоха, где Арно Бабаджанян писал для Муслима Магомаева. Исполнялось это все в колонном зале в Москве. Ну, в смысле? Мы делаем любви общей. Сейчас что нам делать? Разорваться и резко нам сейчас ненавидеть Осетин, Абхаз, азербайджанцев, в смысле, как это возможно? Это не начинается так, бамцы и поехали. Пожалуйста, давайте без, без вот, как бы, провокационного дерьма. Это просто не уровень нашей дискуссии, реально. Коко задал вопрос, талант или деньги. Коко, в этом мире сегодня одного таланта недостаточно, обязательно нужны и деньги, поэтому вопрос такой, и талант, и деньги. Ну, талант или деньги тоже как-то странный вопрос, а это что, когда-либо было дилеммой? Ну, как бы, ты же понимаешь, что сегодня можно пробиться, если у тебя есть деньги, если нет таланта, а если у тебя есть талант и нет денег, тебя могут так и не заметить. Ты можешь стоять, махать, махать, и тебя все равно никто не подметит. Танч, ты знаешь, я поспорю, в любой области были люди, в которых ввалили просто до хрена денег, а как только эти потоки прекратились, как этих людей не было, так и их и нет. Забыто были мгновенно. Ну, тоже. Их примеров уйма. Поэтому одно дело популярность, популярность можно, конечно, достичь деньгами, вот так. А другое дело любовь. Любовь не покупается ни на сцене, ни в постели, ни на одну ночь, ни в дизайне, ни в каком труде невозможно купить любовь. Это просто нереально. Добрый вечер, вы пара или друзья? Нет, мы близкие друзья, очень. Да, парфюм. Без характера не уедешь, да, согласна. Дэмна Гасаля добился. Дэмна Гасаля грандиозный парень, в смысле, без денег. Сравните, и где Дэмна живет, где я живу, господи, ребят, не забывайте, в какой стране мы находимся и в какой стране другие ребята находятся. Что за манера вечно сравнивать русских дизайнеров, грузинских дизайнеров с какими-то мировыми дизайнерами, где вообще существует мода? А кто из наших русских дизайнеров добился таких успехов, как Дэмна? Приведите хотя бы один пример, который просто добился и держится как Дэмна. Ну, о чем вы говорите? Здесь была мода и она есть? Нет, не было и не будет. У нас нет этой индустрии. Не было и не будет. Слушай, скажи, пожалуйста. Я переехал в свое время, может быть, в Париж или в какую-то любую другую страну, где существует мода и работал бы там так же, как в Москве 25 лет, может быть, кто-то меня и узнал бы. Тебе говорят, что Ульяна Сергеенко. Вы серьезно говорите, что Ульяна Сергеенко добился столько, сколько Дэмна? Вы серьезно говорите? Ну, ребят, при всем уважении и обожании к Ульяне, ну, это просто, ну, откройте, пожалуйста, интернет, и посмотрите цифры бренда Валенсиага и бренда Ульяна Сергеенко. Все же, понимаете, какая что? Обо всем говорят цифры. Обо всем. Вот, Ника Цискаридзе всегда говорит, зритель голосует рублем. Поэтому все же есть. Какой мил я не могу. женщины обожают тебя. Коко. Коко. Как моя дочь говорит. Коко. Все вперед. Мечта любого дизайнера, любого дизайнера и цель любого дизайнера поработать на какой-нибудь большой дом. Не важно, ты в Париже сделаешь хоть 100 миллионов показов своих персональных, но когда тебя какой-нибудь большой дом пригласит работать, там, допустим, Диор или Шанель, вот тогда считается этот дизайнер очень крутым дизайнером. А в Париже делать показы, если у тебя есть бабки, ты можешь делать где угодно. И главное, чтобы у тебя были деньги. Никто не обесценивает ничей труд, ни в коем случае. Но, еще раз повторяю, что если тебя приглашают в какой-то дом работать дизайнером, тогда это и есть показатель твоего уровня дизайнера, какой же ты крутой. А показы делать да хоть в Нью-Йорке, хоть в Париже, да где угодно, да хоть на самом, не знаю, хоть на Эфелевой башне. Можешь в год хоть пять показов делать. Главное, чтобы были деньги, ребят. Красивая коллекция, некрасивая коллекция, что мы обсуждаем? Ну, как бы Демна, это гениальный человек. И Демна работает для Баленсиаго. Есть вопросы? Нет. А кто из наших дизайнеров работает в каком-то доме? Ну, как бы. Задаю тебе вопрос. Юдашкин и Зайцев. Юдашкин и Зайцев какую нишу занимают, на твой взгляд? Я просто не знаю. На самом деле, я бы хотел с удовольствием занимать хотя бы их нишу. У них были возможности и есть эти возможности. Чего нет, в принципе, у меня. Слушай, ну, Зайцев человек-легенда. Ну, согласен, конечно. Это наш сын Лоран. Крой просто нереально крутой. Ну, просто бренд устарел, понятно, но то, что он гениальный человек, это понятно вопрос. Коко, закрой рот! А что? Юдашкин разошлась! А помните Киру Пластинину, Коко? Это он? Отвечай, дрянь! Помнишь Киру Пластинину? А также отвечай, помнишь ли ты Киру Соланж? Киру Соланж! Где Кира Соланж? Друзья, никто не видел Киру Соланж? Ты знаешь, я как-то спрашивал, мне сказали, что он, типа, в Москве и все нормально с ним. То есть, не переживай. Не переживай, жив-здоров. А где Фрида? Где Ангел? Вот Фрида не знаю. Просто какие, просто времена мы прошли в 90-х, какие были грандиозные люди. Фрида и Ангел, группа Полиция Нравов, умоляю. Крутые. А сейчас поднимите руку, кто застал группу Фантастический Бал? Урыла? Урыла. Поэтому, Кира Соланж. Андрю, где Кира Соланж? Давили Сашу, курит. Кто-то пишет, давили Сашу, курит. Я курил. Господи мой. Саша, у вас есть дома домашние животные? Нет, он домашнее животное. Вот, мое домашнее животное, оно скончалось в этом году. Саш, какой для вас любимый парфюм? Говори. Давайте я вам покажу, потому что у меня всего лишь два парфюма, о которых я душу. Один я покупаю в аптеке, а второй это герлен, самый первый выпуск, очень старый. Итак, показываю. Вот этот мой герлен. Им я душусь зимой, а летом я душусь вот этим. Я покупаю в аптеке эти духи. Аптека, которая рядом с Прадой на столешке. Все. Короче, я не люблю вот этот. Что? Я не люблю твой одеколон. Ты правда не любишь? Нет. Он мылом пахнет. У тебя есть такая какая-то манера покупать или вот какой-то вот мыльные какие-то запахи или такой восток, чуть-чуть как будто хмели-сунели. в запахе. Вопросом нельзя так. Как будто ты кушаешься каким-то бальзамическим уксусом. Конечно, тебе придется это выносить, потому что я не собираюсь менять. Нет. Я тебе куплю тот запах, который я считаю нужным. Ну, гадите, где киросолан? Вот, видишь, какой пишет пудры, вы шикарные, всем нравится, только тебе не нравится. Кого ты слушаешь? Провинциальную грузинскую женщину? шутишь? Как-то тут белиская чика с тобой говорит. Вот сейчас вот мой муж не догадается, что надо как бы не звонить какой-то. Может быть, нам пора уже выйти с эфира? А сколько мы говорим? Второй час. Поклянись. Клянусь, коко. Я прям не могу сказать, что сильно содержательно. Да, согласен, конечно. Ну, какие-то моменты, конечно, были, но мы, конечно... Сохранять не будем эфир. Понимаешь, как бы у каждого человека есть своя суперсила. вот наша суперсила, это все-таки, когда мы вместе и когда мы нетрезвы. Я выезжаю. Я тебя жду. Ребят, пока.